Улья из камыша Сейчас я их буду обзирать Вернее, обозрю А если говорить правильно, то сделаю обзор Все дело в том, что в прошлом году у меня было много свободного времени и энергии Так как моя жена была в Польше И мне нужно было всю эту энергию куда-то потратить И я решил проэкспериментировать и сделать улья из камыша Эта тема пришла ко мне от моего племянника, которого зовут Димосик Он, насмотревшись видео в интернете о ульях из камыша, решил, что Улья из камыша это лучшее нету Дешево, экологично И вот он пришел к своему бате, к моему родному брату, которого зовут Василий И сказал, батя, сделай мне пресс, буду делать улья из камыша Батя тоже посмотрел видео и так как он раньше работал с толяром Он посмотрел и сказал, ну что-то я сомневаюсь Заморочисто все это Рейки нарезать крупной, мелкой, камыш нарезать, потом собирать Я бы с этим не связывался Но племянник мой, он парень настойчивый Он говорит, сделай пресс, я буду делать Батя ему сделал пресс И племянник собрал аж одну сторону Одну стеночку И потом он поставил эту стеночку под сарайчик И она стояла у него там года два Я же, приехав к ним в гости, посмотрел на эту стеночку И думаю, ну, я парень-то понастойчивее Возможно, у меня все получится Забрал я у них пресс Забрал резак для камыша И начал воплощать свою мечту в реальность Так как это был эксперимент То я не стал сразу много набирать доски Я взял четыре доски И думаю, порежу Посмотрю, сколько реальчик получится Насколько ульев А потом будем двигаться дальше И начал я резать эти реальчики Реальчик нужно много Реальчики толстые Реальчики тонкие Резал я резал Два дня резал Потом сел, посчитал И получилось, что Из одной доски получается Один улей из камыша Но я же экспериментатор Думаю, будем двигаться дальше А там в конце все посчитаем И посмотрим, во сколько мне все это обойдется И по затратам, и по финансам Следующий этап Это нарезка камыша И подрезка его под нужные мне размеры Для этой операцион Я взял в помощь Своего сынашку Заранее я проконсультировался Чем лучше резать камыш Некоторые говорят Бери серп Но я как представил Что с этим серпом Стоять в позе Долго, но не интересно Кто-то говорит Можно косой Кто-то говорит Можно бензокосой Но покупать бензокосу Для камыша Это, ну как-то Нерационально А сосед мой Сказал Мы в старое время При Советском Союзе Камыш резали Заточенным черпаком Выходишь на лед Один камыш держит Другой И все быстро И хорошо Накрывали этим камышом Целые фермы И вот Взял я косу Маленькую такую Взял большую косу И взял черпак И поехали мы По камыш Прекрасный Зимний Морозный Солнечный день Приезжаем мы на плаву И видим Что С краю У нас Вода замерзла Лед А когда заходишь В глубину То там где камыш Большой Хороший Лед Тонковатый Ну Делать нечего Начали мы работать Сын держит Я режу Потом наоборот Потом разделились Я режу черпаком Он косой Косит Лед Начал проваливаться Мы были конечно же В таких чунях Хороших Высоких Но все равно Понабирали мы Воды Вылезли на берег Поразувались Ноги красные Паруют Солнце Мороз Но Сын говорит Взялись Надо доделывать Это он меня учит И начали мы доделывать Босиком пошли мы этот Камыш нарезать Нарезали Полную Прицепу Думаю Ну Этого Камыша Хватит Ульев на 10 Приехали на хаус Приехали на хаус Камыша Опять не хватит Опять не хватило Много отхода От него Поехали мы Постаревший Потом Гривен Без всякой Вентиля Вентиляция Есть сарайчики Из камыша Которым Которым Потому что Камыша Нужно много Он Хорошо Спрессованный И по итогу Этот улей Получается Ну Ненамного Легче Чем скажем Деревянный Недостаток Второй Этот улей Очень Заморочистый В работе То есть Чтобы его сделать Нужно потратить Много Времени Недостаток Третий И Пожалуй Основной Это то Что По цене Он получается Ну Дороговатый Как по Затратам Временным Силы Энергия Это тоже Нужно Считать Ну и сейчас Я покажу поближе Что же получилось И С какими Погрешностями Еще Придется Столкнуться Тем Кто Все таки Перешился На данные Улья Ну и Для начала Посмотрим Снаружи Как они Выглядят Ну а потом Заглянем Внутрь Ну и Снаружи Как мы видим Что эти Улья Выглядят Хорошо Смотрятся Они Очень Крутецки И По внешнему Виду У меня к ним Никаких Вопросов Нету Единственное Что Пока ты Поприкручиваешь Все вот эти Рейки Сколько Пошло Шурупов Сколько Кожи Стерто С пальцев Это Конечно Да Ну а Теперь Заглянем Внутрь Крышки Ульев Я пока что Не Прикручивал На петли Потому что Это Эксперимент А крышки В принципе Довольно таки Тяжелые Получились Несмотря на то Что это Камыш Это как бы Тоже Недостаток Ну и Смотрим Внутри Внутри У нас В принципе Все выглядит Очень Пристойно Но есть Один такой Недостаток При постановке Рамочек И При вытягивании Рамочки Все равно Где-то Ты зацепаешь Вот этот Камыш Несмотря на то Что я Прикрутил Здесь Железные Такие Планки Вроде бы Ужимал я Хорошо Но все равно Кое-где Камыш Выпирает И если Где-то Еще будут Скажем Воском Прилепливать То Начнет этот Камыш Вырываться Это тоже Недостаток Еще один Недостаток Но улья В принципе Не так просто Почистить Если скажем В деревянном улье Взял шпатель Чух-чух-чух-чух Продезинфицировал И все То здесь Дезинфекция Только одна Это сжечь Улей Это такой Как бы тоже Недостаток Внутри Мне в принципе Тоже все нравится Единственное Как я уже говорил Что все вот это Будет не так Просто Отсюда Пчелам Вытаскивать Как скажем Из деревянного Улья Это такой Недостаточек Маленький Вот мы видим Даже что Воск сюда Нападал Как его Вытягивать Потом отсюда Непонятно Ну а так В принципе Все нормально Как экспериментальный вариант Он меня В принципе Устраивает А пчелы там Гудят Потревожило их Ну и сейчас Аккуратненько Давайте посмотрим Что же там у нас С семьей происходит Семья Семья Хорошая Раз Два Три Четыре Пять Улочек Обсиженных Сидят Гудят Погода На улице Сейчас Плюс Не будем Их тревожить Лепешечка От Акарапидоза В некоторых Семьях Уже Подъели Хорошо Вот эту Лепешечку Здесь мы Видим Что Ну пока Что Никакого Интереса Нет Но К весне Они ее Тоже Слопают Сейчас Покажу Поближе Вот это Поздний Отводок Который Я делал Уже После Подсолнуха И В принципе Я его Сразу Подусилил И В зиму Пошла Довольно Таки Нормальная Семья Сидят Спереди Возле Литка Ну Не по центру Немножко Смещены Но Это Не страшно Когда Пойдут Назад И Вверх Можно Будет Давать Что Немножко Под Корм Например Канди Вон Сидят И Гудят Ну А теперь Давайте Спросим У пчел Нравятся Ли Им Улья Из Камыша Нравятся Как вы Себя В них Чувствуете Ну Вот Без Комментариев Итак Подытожим Этот Улей Имеет Место Быть Так как Он Теплый В принципе Надежный И Если Подойти К процессу Изготовления Более Технологично То Этот Процесс Можно Значительно Сократить Но Лично Для Меня Как Финансово Так И По Физическим Затратам Он Оказался Невыгоден Единственное Что я Получил Это Эстетическое Удовольствие В конце Когда уже Посмотрел На Проделанную Работу Но В конце Я хочу Сказать Что Своему Сыну Я Даю Как это По-украински Такие Житеви Порады То есть Жизненные Советы И Вот Я ему Советовал Не Иди Жить К Теще Не Строй Дом С Высокими Потолками Иначе Будет Тяжело Отапливать Не Воруй Там Не Насильничай И Один Из Советов Не Делай Улья Из Камыша Ну Слишком Это Заморочество Но Всем Пока Скоро Новый Год У Нас Плюсовая Температура И Пойду Я Пожалуй Проверю Некоторые Улья На Предмет Мышей Возможно Сниму Об этом Тоже Видео Ай Камыш Он Буяй Камыш 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 Все Всем Пока Так Вернее Сделаю Батя Хочу Сделать Много Улья Из Камыша Штук 300 Дешево Ух Страх И С С Камыш